Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Как мы живём во Франции». Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. В предыдущем видео я вам рассказывала немного о Наполеоне, о том, что город, в котором я живу, очень тесно связан своей историей с историей Наполеона и его великой армии. В прошлый раз я вам показала, немножко показала эти знаменательные места, место, где базировалась Великая Армия. Также вы видели колонну с памятником Наполеону, которая была поставлена при его жизни. Вы видели гостиницу в нашем городе, вот прямо на площади Воземерии, в которой базировался Наполеон. Я немножко рассказала в прошлый раз о его детстве и закончила видео тем, что он женился на Жозефине. Я ещё потом сделаю одно видео, расскажу немножко о Наполеоне, потому что я сама вместе с вами открываю историю этого человека. Я хоть тут живу, но я совершенно не интересовалась никогда Наполеоном. А для Франции этот человек, великий полководец, он очень-очень много сделал позитивного. Я об этом немножко расскажу в одном из моих следующих видео. Я хотела бы вам также рассказать, почему Наполеон женился второй раз, почему он развёлся с Жозефиной, как было, чуть не отменили его коронацию, потому что расскажу об этом позже. И вот сегодня я хочу конкретно показать вам ещё раз наши исторические места, по которым вступала нога Наполеона. Дело в том, что 20 мая 1803 года Англия в одностороннем порядке расторгла договор о перемирии. Наполеон решил атакировать Англию. Вы уже знаете, что вот здесь у нас самый узкий проток Ла-Манша. От нас из Франции до Англии всего здесь 33 километра. Почему здесь и проложен туннель, и почему Наполеон базировал свои войска у нас для того, чтобы произвести вторжение, военное нападение в Англию. И вот для этой цели Наполеон выбирает наш город. Город, в котором я сейчас живу, и который называется Булонь-Сюр-Мэр. Я вам предлагаю прогуляться со мной и посмотреть, где это происходило. Вот в этом месте, где сейчас уже застроено, конечно, домами, некоторая часть этого участка застроена домами, в этом месте располагались войска Наполеона. Здесь стояли палатки различные. В одном из уголков вот этого вот пространства стоял так называемый барак Наполеона. От него уже ничего не осталось, конечно. Сам порт находится и находился, и находится немножко ниже. Вот там, где вы видите ветряные мельницы, вот не доезжая до этих ветряных мельниц, находится порт. Порт этого города был достаточно небольшим, и поэтому Наполеон решил вырубить огромную площадь лесов, чтобы увеличить место, где он будет базировать свои войска. Также он решил построить две тысячи небольших кораблей, которые способны транспортировать пушки, а также лошадей и солдат. И эта флотилия должна была располагаться в порту города Булонь-Сюрмер. Вот состояние нашего порта во время Наполеона, во время одного из визитов Наполеона. Потом у него в планах было, что корабли военные отвлекут внимание Англии к Антирским островам, и таким образом Ла-Манш будет свободен для действий Наполеона. Его флотилия спокойно сможет пересечь Ла-Манш и добраться до города Дувр в Англии. Летом 1803 года Наполеон визитирует это место, и мэр города торжественно его встречает и говорит, что город подарит Наполеону корабль, который будет перевозить пушки. Кстати, Наполеон был одним из первых, кто хотел уже построить туннель под Ла-Маншем между Англией и Францией. И в 1802 году один инженер, которого звали Альбер Матьео Фавье, ему представил уже проект туннеля под водой, который имел длину 33 километра. Вот как раз самое узкое место Ла-Манша составляет 33 километра. И этот туннель должен был состоять из двух галерей. Причём одна должна была располагаться на другой. Вот в этом здании располагался такой заводик-магазин пороха для наполеоновской армии. Вот это здание сохранилось с тех пор. Вот неподалёку от него стоит такой знак, на котором написано назначение этого помещения. В следующем видео я вас познакомлю с одним человеком интересным, который написал очень интересную книгу о событиях тех времён. Он также написал большую статью, которую он издал, в принципе, как книгу, и он мне тоже её подарил. И вот оттуда я взяла некоторые данные, о которых я вам сейчас расскажу. В своей статье Сергей пишет, что кроме планов пересечения пролива традиционным морским способом, существовал также и план его пересечения на гигантских воздушных шарах. Здесь у нас очень сильные ветры всегда были и есть. И вот учитывая направление ветров, как раз в Булоне это было возможно осуществить. К сожалению, попытка пилота Пилятре-Дорозье закончилась трагически, он взлетел и свалился, не пролетев и трёх километров. В результате этот пилот погиб. И больше воздухоплаванием никто не занимался. Сергей очень хорошо описал состояние нашего города в тот период далёкий. Действительно, так как в порту шло строительство кораблей, рыбная ловля была приостановлена. И также расцветало пиратство, корсарство так называемое. Самый знаменитый из местных корсаров Фурмантен, который был один из первых кавалеров Ордена Почётного Легиона, его называли Букай, он утверждал, что он захватил более сотни иностранных студёнышек. Правда это или нет, трудно сказать. Развивались отрасли, которые занимались поставкой снабжения для армии. То есть строились дома, улицы, больницы, магазины. И в это время был построен театр и казино в городе. Офицеры французские приезжали с семьями, их нужно было где-то расселять. Поэтому была некоторая проблема с меблированными квартирами, но для этой цели также начали строиться гостиницы. И в то же время помещений не хватало. И для конюшен, сенохранилищ были реквизированы все пригодные для этого помещения. Чердаки, подвалы, кладовки. В качестве конюшни был также реквизирован бывший монастырь. Под склады были задействованы несколько небольших церквушек и остатки собора Нотр-Дам. Помещение местной масонской ложи было реквизировано под вещевой склад военного госпиталя. В городе валялись на улицах обломки карет, кучи лошадиного навоза, случались частые пожары. В общем, в городе была ситуация санитарная сложная. Солдаты не убирали ничего на улицах. Мэр города был в ужасе от всего, что происходит. Сюда также съехалось в то время очень много бандитов и жуликов, а также воров. С нашим историком Сергеем Дыбовым мы встретимся в следующий раз. А пока я продолжу свой рассказ. Так вот, много чего неприятного происходило для нашего города, но экономика города успешно развивалась. 18 мая 1804 года Наполеон стал императором Франции. Местное население было очень-очень польщено таким вниманием со стороны императора, со стороны знати. В город приезжало очень много известных, знатных людей. Местные жители оказались в центре вселенной. Еще в 1802 году Наполеон решил создать награду для французов, которые были и гражданскими, и военными, и которые принесли большую пользу стране. Эта награда называлась Орден Почетного Легиона. И вот 16 августа 1804 года Наполеон вручает первые награды военным. И для этого он выбрал наш город Булон-Сюр-Мэр, где уже в течение одного года базировались его войска для вторжения в Англию. В этой почетной церемонии участвовало 120 тысяч солдат, которые здесь располагались. Наполеон вначале призвал их поклясться в верности империи, а под торжественные звуки марша он начал вручение орденов Почетного Легиона. В самой середине этого ордена изображен Наполеон в профиль. И в этот день Наполеон лично вручил орден двум тысячам солдат и офицеров. На следующий день маршал, который командовал вот этими войсками в Булоне, объявил Наполеону, что в его честь солдаты и вся армия решили поставить памятную колонну из мрамора высотой 54 метра солдаты и офицеры участвовали финансово в создании этой колонны. На ее вершине решили поставить памятник Наполеону. Памятник Наполеону спиной к Англии. Самый первый камень в этой колонне был заложен 9 ноября 1804 года. О чем говорит это решение создать колонну с памятником Наполеону наверху и поставить ее при жизни Наполеона? Это говорит о том, что Наполеон был очень близок к своим солдатам, к своей армии. Историки, которые описывают его жизнь, это описывают в своих трудах. Они говорят о том, что Наполеон любил прогуливаться среди солдат. Более того, у него была прекрасная память и он часто помнил их имена, он помнил в каких сражениях они участвовали. Это, конечно, трогало и офицеров, и солдат. К тому же солдаты, в отличие от офицеров, имели право быть с Наполеоном на ты. Такое правило он установил. Конечно, это располагало к нему его войско. Чтобы набирать людей в свою армию, Наполеон пользовался следующими требованиями. Во-первых, мужчины должны быть в возрасте от 20 до 25 лет. Они должны были быть ростом не меньше 1 метра 55 сантиметров, не быть женатыми, иметь хорошее здоровье и самое главное иметь здоровые крепкие зубы. И знаете для чего? Для того, чтобы зубами они могли разрывать патроны или упаковки с порохом и заряжать свои ружья. Кроме этого, они должны быть очень сильными, потому что солдат в среднем проходит около 30 километров в день, иногда до 50, для того, чтобы быстро оказаться на поле боя. И в то время Наполеон считал, что у него самая сильная красивая армия в Европе. По некоторым данным, статуя Наполеона на вершине этой колонны переделывалась разными архитекторами несколько раз. И вот как Сергей упоминает в своей статье во время уже Второй мировой войны, вот эта местность вокруг колонны использовалась немцами для захоронения своих погибших моряков. Вспомним, что Наполеон стал великим императором в 1804 году. Он готовился уже в течение какого-то времени напасть на Англию по той причине, что Англия сама расторгла в одностороннем порядке Амьянский договор. Но получилось так, что в октябре 1805 года некоторые страны, в том числе Россия и Англия, объединились в третью коалицию и напали на Баварию, которая была в то время союзником Франции. В силу этого Наполеон решает не атаковать Англию, а направить свои войска, вот войска, базировавшиеся у нас здесь в Булонь-Сюрмер, сражаться с австрийцами. Он хочет атаковать город Вену, чтобы отвлечь австрийцев от Баварии. Великая армия Наполеона, сформированная в нашем городе, конечно же, побеждает австрийцев. В заключение хочу сказать, что у нас каждый год проводилась такая вот реконституция. для этой цели была создана специальная ассоциация, которая занималась разработкой постановки, разработкой костюмов, поиском участников. Приглашались также иностранные представители. Это было очень интересно смотреть, потому что они там жили несколько дней, и у них условия жизни были приближённые к условиям жизни во времена Наполеона. То есть жили в палатках, питались из казанков, были одеты в одежду той эпохи, оружие также было той эпохи, но мы ходили туда на экскурсии. В прошлом году мы были лишены такого спектакля, в этом году тоже будем лишены. Но надеемся, что всё скоро образуется. А пока до новых встреч, друзья! Не забываем ставить лайк, писать комментарии и подписываться на мой канал. Всего вам доброго! До новых встреч! До новых встреч!